Видите, здесь как коса, первая чомга возле вот этих домиков. Вот вторая, очень толстая, большая, также возле домика. Смотрите, это третья птица, также вот прошли чуть дальше этих домиков. Здесь прямо несколько сразу лежит, чтобы ветер не заносило. Еще одна, и вот, пожалуйста, еще одна. Все птицы очень крупные, толстые, от голода точно не умирали. Так, это у нас шестая, ее кто-то пытался съесть. Сразу опять не отключаем. Седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, сразу же еще одна, двенадцатая. Как я посмотрю, со счета спицы, по-моему, это тринадцатая уже птица лежит у нас. Если что, идет прямой эфир, можете там пересмотреть. Смотрите, живая птичка, чем бы увидела нас издалека и пошла в воду. То есть, вполне себе спокойно. У нее все хорошо, ведь она на береге, она выходит крайне редко, большая редкость. И уплывает потихонечку. Красота. Итак, прошли дальше немножко, это уже мы на пляжах администрации находимся. Вот те же самые домики, которые на пляжах Министерства обороны. Вот вам еще одна мертвая, черная. А вот еще одна. Птичка, видите, остатки. Так, это уже сбился со счета, какая птичка у нас. Тоже вот это шли немножко. Вот еще одна, смотрите. Ну, эти более старые, так сказать, штурмы выкинуло. Потому что находятся они дальше от берега. Сейчас все, которые птицы увидели, это абсолютно свежие. И выкинут буквально день-два. Все, вот здесь уже те, которые были старые, их сюда снесло. Обратно к морю вернулись. Здесь очередная погибшая птица. Она прямо на берегу лежит, повторяю, птицы продолжают гибнуть. Хотя у нас сейчас плюс 9 температура воздуха, холода нет. Вот очередная чемга. Ай! Ее только-только выбрасывает море. Прочтись еще чуть дальше. Еще одна мертвая чемга. Тоже свежая на берегу лежит. Заметьте, крупная, никаких внешних повреждений. Так, смотрим еще. Раз, два. Тоже крупная, без внешних повреждений. Прошло совсем немного. Так, смотрим. Еще одна птичка. Мертвая, к сожалению. Потом, пожалуйста, еще одна. Вместе с водорослями только что выкинула. Так, еще одна птичка. Прямо по несколько шагов и попадается мертвая птица. Хотя думал, что уже их не будет. Еще одна птичка. К сожалению. Пожалуйста, еще одна. Тоже в песке, засыпанная. Ее замывает. Вот просто чем-то сидела, спала. Я ее разбудил. Мы ее обходим. И не пугаем. Ну, видите, она живая, красивенькая. Так, мы подходим к пляжу. Лук витязь впереди. Вот очередная крупная погибшая птица. Смотрите, издалека чем-то меня увидела и побежала в море. Смотрите, вот еще одна мертвая, рядышком с той, которая как раз таки убежала в море. И спокойно себя чувствует. Ни волны не угрожают, ни ветер, ни все. Плавает и плавает. Вот очередная мертвая птица. Возле пляжа, кого вы видитесь. Еще одна мертвая чемга. Радость попадает. Смотрите, она еще и летать может, оказывается. К сожалению, мертвая птица все встречается. Мы подходим уже к центральному пляжу. Видите, здесь территория, видно, что убрана. Я надеялся, что птиц не будет мертвых, но они попадаются. Так, вот еще одна птичка. То же самое, мы прошли метров 20, наверное. Так, здесь мы можем наблюдать. Кто-то вот так вот решил птичку засыпать сделали, как гнездо, но там сидит. Это уже там, где проход к морю идеал. По улице мира, видите. Так, прошли чуть дальше. Очередная мертвая птица. Повторяю, это свежевыброшенная пляжа улицемера. Мы наблюдаем опять еще одна. Повторяю, вот тут у нас находится уборка пляжа. И первая непонятная птица, если все были чомги, это что-то похожее на чайку. Точно не знаю. Видите, ближе к центральному пляжу. Видите, очень плохо, что это засыпает песком. Это, получается, кладбище птиц прямо на пляже. Будет там гнить. Хотелось, чтобы в администрация их убирала хотя бы побыстрее. Так, очередная мертвая птица. Это мы уже на центральном пляже Витязева. Смотрите, подходим ближе к центральному пляжу. Здесь попадается больше чаек погибших именно век. А это прям вишенка такая, знаете, на торте. Это самая огромная птица, которую я видел погибшую. То есть, сегодня просто ужас. Центральный пляж Витязева прямо возле пирса лежит. Она настолько большая, что вот мой 47-й размер. Ноги кажется просто игрушечным. Рядом с этой птичкой. Хочется уже заканчивать. Решил зайти сейчас с этой стороны пирса. Дальше на выход по парлим пойдем. И здесь прям небольшое кладбище. Смотрите. Возле пирса одна птичка, вторая птичка, третья птичка, четвертая птичка. Просто захотелось прятаться, сидеть себе спряталось. Все потому, что они здесь скопились, в общем, количество птички. В общем, такие вот дела. Я думаю, если дальше пройти, можно еще больше насобирать. Но показательно, да, что мы здесь подошли. Здесь вообще полный трэш происходит. Так что, друзья, жмите на репост. У меня, честно, от таких вот вещей прям дебрут слезы. Это очень плохо, что так вообще происходит. Уже вроде тепло, да, и рыба, наверное, здесь стоит. Но только что с птицами происходит.